Ну что, Артем, смотри, вот за нами кизил весь буквально как на ладони. Ты здесь когда-либо бывал? Впервые, честно признаюсь, но знаю об этом городе достаточно. Естественно, знаю, что это угольная столица Урала. Была, во всяком случае. Ну и в начале 20 века точно она была угольной столицей чуть ли не всей советской России. Вот, наверное, стоит поговорить именно о советской России. Дело в том, что здесь был первый фактически политический концлагерь. Кизиловско-Губахинский угольный бассейн еще до революции имел большое значение. Здешним углем пользовались на Урале, в Поволжье и в Центральной России. Добывали его на копьях, принадлежащих к князям Лазареву. Бочина имения древнего армянского рода находилась в Чормозе. Лазареву владели металлургическими заводами, нужды которых в том числе обеспечивали кизиловские копии. Работали на них в основном местные жители. С началом Первой мировой войны значительную часть шахтеров забрали в армию. Их место на шахтах заняли наемники и военно-пленные. Первые заключенные на кизиловских каменно-угольных копиях появились в 1915 году. Это было связано с тем, что рабочие каменно-угольных копиях были мобилизированы и отправлены на фронт Первой мировой войны. В августе 1915 года сюда были присланы из Харабина около двух тысяч китайских рабочих. В этом же году сюда были присланы мобилизованные киргизы. Военно-пленные австро-венгерской и германской армии появились здесь приблизительно в то же время. По разным подсчетам, к 1917 году их количество в Прикаме превышало три тысячи человек. Для их содержания и охраны, в частности на кизиловских копиях, была создана специальная арестантская рота и лагерь на 427 мест. После подписания Брестского мира пленных освободили. Но молодая советская власть остро нуждалась в угле. Проблему решили по-своему. Советская Россия могла получить уголь только из кизиловских и губахинских копиях. На это обратили очень большое внимание. В результате в сентябре, в августе, в сентябре приблизительно, потому что документов не сохранилось, с 1918 года был создан рабочий батальон принудительного труда. По большому счету, подобных аналогов, ну, во всяком случае, в Советской России в 1918 году, ну, пока не обнаруживаются в исследованиях историков. И можно предположить, что этот кизиловский рабочий батальон принудительного труда был первый в Советской России. В 1918 году суда на копии начинают ссылать всех врагов советской власти, среди которых было и духовенство, как в Пермской епархии, так и в Вятской, Екатеринбургской епархии. По воспоминаниям одного из руководителей большевистских движений, Калашникова, он утверждает, что кизиловский концлагерь – это могила для контрреволюционеров, попов, эсеров, меньшевиков всего Урала. Под контрреволюционерами подразумевались не только монархисты – меньшевики, эсеры и духовенства. В их число входили мещане, купцы, бывшие служащие царских учреждений и ведомств. Большевики называли их «заложниками». По замыслу новой власти их в случае чего можно было обменять, например, на попавших в плен активистов-большевиков. По воспоминаниям современников, осенью 1918 года в лагере находилось 600 человек. На меня, как на комиссара труда, была возложена ответственность усилить добычу и погрузку угля в вагоны силами арестованных заложников в антисоветских элементах и других тунеядцев. 600 человек, которые были присланы к нам в Кизил на работу из разных больших городов по лозунгу «Кто не работает, тот не ест». Это из воспоминаний кого? Никитина Николая Ивановича, который отвечал за эвакуацию Кизила. А вот воспоминания другого большевика – Михалева. «Каждый день, рано утром и поздно вечером, сквозь проволочную изгородь, громыхая кандалами, шли вверх и вниз по четыре человека толпы людей. Там, наверху, под охраной, они спускались специально для них пробуренный шурф и попадали в забои четвертого квершлага Старо-Коршуновской штольни. Тяжелая и изнуряющая работа. Потом подъем и медленное усталое шествие сквозь колючую проволоку вниз, снова в тюрьму». Установить личность большинства заключенных сейчас практически невозможно. По одной из версий, среди них был даже архиепископ Пермский и Кунгурский Андроник. 21 марта 1919 года в Вестнике при Урале была опубликована статья под заголовком «К судьбе преосвященного Андроника, архиепископа Пермского и Кунгурского». С конца октября и ноября месяцев о владыке Андронике ничего нового известно не было. До прихода в архиерейский дом одного хорошо известного монаха, который, предупредив, что все, что он скажет, хранилось в строгой тайне, рассказал, что владыка Андроник жив, находится в губахинских каменноугольных копях. Просит прислать ему его теплый подрясник, бурки и несколько смен белья. И никому не говорить о его местопребывании до времени, чтобы не повредить и ему, и людям. Эту версию следователи Колчаковской комиссии опровергли еще в 1919 году, подтвердив расстрел владыки летом 1918. Тем не менее известно, что среди арестантов было 120 иноков из Белогорского монастыря, 6 монахинь из Чердонского монастыря, а также братья Трифоновского монастыря из Вятки. Тогда же, в сентябре 1918 года, инокий монастыря по штату 1918 года, в число братьев ходило 22 человека, были арестованы и были сосланы сюда на Кизиловский каменноугольный копий. Работали они в арестанском отряде, содержались они в бывшей древолюционной тюрьме, и ежедневно из этой тюрьмы они также водились на работы на Ковшиновскую копию, где для них специально был пробурен шуф, куда они спускались, двери за ними запирались, двери были железными, у дверей стояла охрана. Об отношениях новой власти к духовенству можно судить по стихотворению «Шахтеры Попы». Автор сего творения – один из руководителей большевистского движения Давыдов. На солнце глазами сверкая под звуки заводских гудков, по улице грязь разминая, проходил полк попов-гревачей. Чуть приподняв занавеску, опытный рабочего глаз искал среди проходивших пулеметчиков поповских проказ. Вот полк размещен по работам, последний гудок прогудел. Берись за кирку и лопату, забудь прокодила ты, поп. Довольно дурачить шахтеров, попробуй копать уголь сам. Да сказку потом поп расскажешь про адские муки и рай. Хочешь поп кушать досыто? Прилежнее уголь копай. Четыре вагона за смену, 140 пудов, как подай. Не бойся, землю не придавит, покрепче крепи, не ропщи. Как наши отцы и прадеды, попробуй пример с них возьми. Муками ада шахтеров поп ты когда-то пугал. Шахтерские адские муки теперь на себе испытай. Забудь прокодила и ризу про адские муки и рай. Брось саботаж и за дело. Прилежнее уголь копай. Это предположительно то самое место, где содержали заключенных, заложников и священников. Недалеко находится железнодорожный переезд, чуть ниже. Шахта, которая до революции называлась Княжеской, а после революции была переименована в шахту имени Ленина. До революции здесь находилась тюрьма для пленных солдат. После заключения Брестского договора с Германией она опустела. Несколько позже ее стали использовать для содержания врагов революции. Тюрьма состояла из пяти-шести деревянных бараков по 70-80 мест каждый. В них стояли двухъярусные нары с соломенной подстилкой. Она не менялась и гнила под ними. Тут же сушилась мокрая одежда и портянки. Из воспоминаний большевика Михалева о бузеньках концлагеря. Просуществовал лагерь недолго. Стремительное наступление армии Колчака на Пермь в ноябре-декабре 18-го года вынудило большевиков отступить. Угольные копии было решено закрыть, оборудование частью вывести, частью уничтожить. Также предстояло решить судьбу лагеря и его узников. Здесь-то и кроется главная загадка нашей истории. Там есть упоминания, в некоторых воспоминаниях, о том, что их этапировали в Пермь. Пермь, как известно, была захвачена белыми 24 декабря. Все это происходило в декабре 1918 года, вот в период с 5 декабря по 24 декабря. Этапирование происходило явно не по железной дороге, а своим ходом. И никто больше о судьбе этих заложников не знает. Можно только предположить, что они до Перми так и не дошли. При этом известно, что после того, как сибирская армия Колчака заняла кизил из Коршуновской копии, на которой работали заключенные, было поднято всего 31 тело. Из воспоминаний супруги большевика Таныгина. В Артемьевском лесу были пойманы красногвардейцы Иван Федосеев и Петр Надышев, которые впоследствии указали место расправы. 24 декабря из шахты Старокоршуновская белогвардейцами было поднято 31 тело. Меня в наказание, как жену и сестру партизан, заставляли вместе с женой Кащеева возить убитых. Они были очень истерзаны. Многие без глаз, с раздробленными головами, некоторые были зарублены шашками. Трупы возили на церковную площадь, в общую могилу. О судьбе еще более чем пяти сотен узников по сей день ничего не известно. Это не говорит о том, что внутри копий еще кто-то оставался. Поэтому вероятно, что всех их постигла участь. Они были сброшены, убиты. О том, что со дна штольни белогвардейцы могли поднять не всех, косвенно свидетельствует и уникальный документ, обнаруженный в Кизеловском музее. Это фотография, на которой запечатлены охранники и арестанты. Последних явно больше тридцати. Надпись на обороте снимка гласит «В 1918 году арестованные советской властью бывшее духовенство сфотографированы на работах на княжеской шахте на копке траншеи для водовода из княжеского шурфа до турбин княжеской электростанции, сброшенные 5 декабря в Старокошуновскую копь. Отец Алексей служит в Никольском храме Кизела. Ранее на его месте был Троицкий собор. По словам священнослужителя, поднятые из штольни тела похоронили именно здесь». «Братские могилы были на предцерковной площади. Предцерковная площадь была с левой стороны. Здесь была торговля велась, здесь устраивались ярмарки. И вот здесь, на этой площади, были захоронены как большевики братской могилы, так и те люди, которые были подняты из Старокошуновской штольни. Сейчас эта братская могила не сохранилась, но мне кажется, что она вот находится где-то вот в этом районе». Этот памятник поставили красный, борцам за свободу. Под ним якобы братская могила большевиков, осужденных и расстрелянных колчаковцами в 19-м году за расправу над заключенными концлагеря. Между тем есть фотография этой площади, датируемая 19-м годом. На ней можно различить, что на месте памятника установлен крест. Большевики его установить не могли. И получается, что под памятником жертвам колчаковцев захоронены, по большей части, те, кто, наоборот, пострадал от красного террора. Наши многочисленные попытки разыскать Коршуновскую копь не увенчались успехом. Эту шахту, переименованную в советское время в шахту имени Володарского, закрыли еще в 63-м. Так что осталось от нее совсем немного. Вот он уголек с отвалов шахты Володарского. Здесь, собственно говоря, и работали узники тюрьмы города Кизила. Сюда их привозили на работу, и эта же копия шахты Старокоршуновской стали для них фактически могилой. Кизиловский рабочий батальон в августе-сентябре 1918 года создавался по инициативе местных властей. Декрет о лагерях принудительных работ Центральный исполнительный комитет партии принял лишь спустя полгода, в апреле 1919-го. Вероятнее всего, авторы документа учли и опыт создания Кизиловского лагеря. В дальнейшем этот декрет ляжет в основу формирования всей пенитенциарной системы Советской России, известной как ГУЛАГ. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok